друзья я решил разыграть вот эту картину управляем на холст сначала самый темный то есть нашим будет что-то черный о чем вы мечтали в детстве я мечтал быть президентом глаза появляются конечно сразу привет друзья вот сегодня как и обещал мы пришли рисовать портрет и решили гагарина сделать будем делать вот на таком материале сделаны из бруска и материал вот мдф спереди на нем удобно рисовать в прошлых эпизодах уже рассказывал про то как грунтовать данную картину точно также надо ну в этой серии конечно мог бы вам долго рассказывать как построение лица происходит все вот это или по сетке как рисуем но в целом последнее время мы постоянно для портретов и вообще для коммерческих заказов мы используем проектор мы загружаем фотографию компьютер проецируем ее через проектор и обводим уже там сок намного ускоряет процесс в общем вот берем картинку управляем на холст данном случае почему выбрали именно такой как в ракурс потому что это но для граффити для техники баллончиками это практически это минимальный размер для портрета то есть если делать еще меньше то уже пропадет много деталей и как бы будет не очень смотреться поэтому когда рисуете портреты заранее вот примерно вот такой размер ну минимум полтора на полтора размер портрета только тогда у вас получится более-менее что-то окно как я и говорил в прошлом выпуске вообще самое удобное рисовать баллончиками это начинать в темных цветов и потом переходить на светлые делаем сразу аккуратно стараемся не не забрызгивать вот именно преимущество проектора в том что ты как бы без ошибок все это делаешь если вы помните по шлифту там где-то ошибался там потом исправлял а здесь как бы у вас есть возможность сразу идеально так нанести что даже сама разметка будет смотреться уже как готовая картина для например легких теней я очень короткими брызгами и почти не долетает краска но все равно несколько раз делаю вот так как бы она так или иначе же долетает и создает эффект в тени а для промо вот например ноздри тоже очень короткими и быстрыми движениями я делаю здесь я применяю эту технику которая показывал на фаткепе ноздря из внутренней стороны мы делаем под наклоном к стене данном случае к холсту получается сразу вот такой эффект округление чтобы поближе вы увидели получается вот глаза и ресницы это вообще самые такие мелкие детали на лице человека их надо прямо очень аккуратненько делать движение идут очень близко к стене то есть там вообще максимально близко и короткие движения если мы здесь заканчивается тень то мы изнутри идем либо наоборот это надо уже подбирать уже смотреть здесь реснички у него идут вниз он потому что смотрит вниз получается нижняя века она тоже чуть-чуть вот и как бы у нас на восприятие зовется эффект теней по поводу бровей тоже вот надо следить за ворсом волос и как бы делать сразу так как они расположены не просто шикнуть там полоской а сразу рисовать их потому что течение потом уже нанесение других цветов мы будем обходить эту область и она должна у нас остаться почти нетронутой алё сейчас приехали ко мне школьники они там хотят для своей газеты там какой-то взять комментарии интервью сейчас пригласим их ты хочешь как чтобы был кадр прикольный красивый сзади или чё можно как-то чуть-чуть о чем вы мечтали в детстве и каким представляли свое будущее я мечтал быть президентом я заканчивал 93 школу мы там с ребятами у нас была рок-группа музыкой увлекся и тоже там примерно в то же самое время с теми же самыми ребятами мы записались на курсы по рисованию музыка ну собственно вот мы разметили полностью как видите уже так прикольно получается то есть уже все тени я уже наметил но как бы сразу скажу в конце картину мало чего останется от черного для того чтобы сделать черно-белую фотографию мы используем абсолютно все оттенки серого вот основные у нас будут вот такие темно-серый средний серый и светло-серый самое главное что вы должны понимать при рисовании портретов это то что лицо глаза и губу это вообще самую последнюю очередь надо рисовать потому что когда ты будешь рисовать если ты вот наверное нарисовал лицо и будешь рисовать вокруг сверху вниз будет все капать если попадет капелька на зрачок где уже ты очень много деталей наделал придется все это исправлять это очень болезненно будет поэтому мы всегда делаем верхнюю часть потом чуть-чуть вот рядом в основные пятна закрашиваем только потом приступаем к исполнению лица то есть у нас тут такая вот сразу идет дуга вот это можно сразу просто закрасить если у тебя какой-то ровный длинный элемент и пересекает его с другой то лучше сначала сделать этот длинный чтобы он у тебя плавненько ровненько здесь и здесь выходил а потом уже вот этот закрашивать также если вот клепки или кнопки на одежде пуговицы тоже их надо обозначить в любом случае надо на них сделать брызгом одним желательно брызгом и сверху чуть-чуть расцветлить вот так делаются складки то же самое мы делаем сначала делаем самую яркую часть это вот верхняя часть складки и потом чуть-чуть чтобы здесь она не так резко смотрелась чуть-чуть напыляем ее вот про что я говорил почему сверху вниз потому что вот капли летят вниз и попадают на глаза на все поэтому нам сначала обязательно сделать вот например линия такая же то есть чтобы уже не задеть вот эти полутона я делаю под наклоном к стене и провожу и вот эту дугу надо сделать за одно движение здесь уже надо нарисовать фон потом уже ее делать я тут предлагаю чтобы добавить немного цвета в картину такой делать его темно-синий с фиолетовыми оттеночками космос я обычно рисую через темно-синий то есть я черный днем не использую легенькие делаем на пыление то есть как фотография перископа Хаббла и там где они пересекаются там ярче всего я брызгаю настолько легко что я жду пока краска долетит сама и прилипнет ну и так как звезды горят разными цветами где-нибудь добавим чуть-чуть оранжевого есть разные способы делать сами звезды я предлагаю сделать их вот такой тоненькой кисточкой посветлее розовый почти полностью перекрывая розовый если причурить издалека будет казаться что они там разных цветов ну все в общем пора делать лицо что делаем по той же самой тактике делаем от темного к светлому вокруг черного все темно-серым чуть-чуть смягчаем черный цвет везде особенно на глазах глаза идут веки еще вот эти части над веками они как бы падают очень сложный момент это вот здесь получается самый кончик глаза уголок внутренний его тоже надо делать сюда чуть-чуть светлее и все уже начинаем работать над деталями аккуратными движениями очень тонкими брызгами зала ноздри свет оттуда идет создает небольшую тень и заново здесь другое видимо отражается от другого какого-то объекта и вот эту полосочку тени нам надо уже ее оставлять вокруг нее очень аккуратными движениями у носа еще есть вот эта нижняя часть очень аккуратно ее надо делать очень тонким движением то есть мы вот здесь и заднюю у нас дру тоже она как бы отдельно от щеки на микрооттеночек светлее будет чем щека сразу получился эффект округлость носа все очень короткими движениями чуть-чуть ошибся не страшно это же как бы вручная работа то есть если где-то куда-то брызнуло лишний разок не надо пытаться исправлять лучше чтобы была чистая без всяких крупных ну и мазков работа получается веки у нас тоже постоянно подсвечены надо чуть-чуть здесь развернуть совсем незаметно но это очень важный эффект придает когда смотришь на художников которые баллончиками рисуют почему они вот такими мелкими они потому что на самом деле пристреливаются к моменту когда уже сделают основной то есть ты сначала чуть-чуть смотришь как у тебя брызгает не брызгает ли капли не идут и потом уже поближе делаешь вот уже почти готово когда глаза появляются конечно сразу появляется улыбка ты уже видишь человек все тут же сразу берем посветлее баллончик вот на данном этапе когда уже светло-серый нанесен мы возвращаемся уже к темному цвету чтобы затемнить чуть-чуть поаккуратнее сделать некоторые детали сначала самый темный то есть в нашем случае это черный и доделаю детали которые у нас уже запылились из-за того что мы делали в общем если у вас вот начинается вот такое вот видите капельки то лучше либо поменять кап сразу иначе у вас ничего не получится либо либо попытаться его прочистить вот осталось самый серый самый светло-серый почти как белый то есть его используем для бликов на глазах аккуратно так ну все вот практически готов и осталось так как у нас выбрали такой синий фиолетовый фон там там уже есть надо сюда тоже добавить здесь просто напыляем темные части темно-синим из которого делали там фон просто его напуляем здесь просто его напуляем вот здесь друзья я решил разыграть вот эту картину среди моих подписчиков вы должны быть подписаны на youtube канал написать комментарий поставить лайк колокольчик сделать репост я разыграю среди этих людей вот эту картину договоримся доставки и времени